Австралийским законодателям в ближайшие недели необходимо подтвердить свое гражданство. Причина в конституционном кризисе, который охватил парламент. Как выяснилось, многие депутаты унаследовали британское гражданство от своих родителей. А пока институция страны, которая уже 116 лет государственной служащей, не может быть гражданином еще какой-либо страны, кроме Австралии. Накануне спасла сенатора, была вынуждена уйти Скайка Кошки-Мур. Как выяснилось, ее мать, родившаяся в Сингапуре, когда он еще был в британской колонии, автоматически получила гражданство Великобритании. «Последствия этого таковы, что моя мать стала гражданкой Великобритании согласно пункту 11.1 закона о британском гражданстве, а не парадословной. Это означает, что она передала гражданство всем своим детям, рожденным за пределами Великобритании. То есть я гражданка Великобритании согласно пункту 2.1а закона 1981 года». В Австралии живет 24 миллиона человек, и более половины – это те, кто родился за пределами страны, а также люди, у которых один из родителей родился в других странах. Кризис уже привел к тому, что правящая правоцентристская коалиция лишилась большинства в Нижней Палате парламента. Решающим стал уход с поста Барна Би-Джойса, членом парламента и заместителя премьер-министра Австралии. Решение о его отставке принял Верховный суд. Более сотни научных разработок представили школьники со всей Украины на выставке инноваций в Киеве. Большинство изобретений связаны с зелеными и энергосберегающими технологиями. Валентин изобрел метод переработки опавших листьев в бумагу. Говорит, вместо того, чтобы их просто сжигать, можно извлекать пользу. А Софию беспокоят выхлопы газонокосилок, поэтому она создала экологичный вариант. Электрическую на солнечных батареях, к тому же умную. Настя изобрела экологически чистое топливо из мыльных отходов. Говорит, из одного кусочка мыла может добыть до 50 граммов горючего. Помимо этого, дети показали такие изобретения, как, например, беспилотник с антираданцем, с антираданцем, которые находятся в большей количестве, в яичных лошадях. Помимо этого, дети показали такие изобретения, как, например, беспилотник с антирадаром, прототип умного дома, систему управления водоснабжением, передвижную ветровую электростанцию, дерево на солнечных батареях и многое другое. Все эти ребята демонстрируют изобретения для потенциальных инвесторов и бизнесменов. И, возможно, некоторые из этих устройств уже скоро будут в производство. Запеченная индейка, пюре, макароны с сыром и капуста – это меню обеда для бездомных в Лос-Анджелесе. Его ежегодно проводят в преддверии Дня Благодарения. В США праздник закреплен за 4-м четвергом ноября. Трапезу устраивают в Скидроу районе, где сконцентрировано много людей без определенного места жительства. Глава организации «Миссия Лос-Анджелеса» говорит, что это мероприятие – не просто бесплатный обед для малоимущих. «Это отличный праздник, где мы объединяемся, где мы говорим о том, как решить проблему бездомных, как решить проблему бедности». Гости обеда подтверждают – для них это не просто раздача еды. «Тут ни у кого нет семьи, нет еды. Хорошо, что можно собраться и просто выразить благодарность. Это благословение. Ощущаю, как будто я дома с семьей, как в старые добрые времена, по которым я очень скучаю». Организация «Миссия Лос-Анджелеса» готовит обед в День Благодарения уже более 35 лет. Она также обеспечивает бездомных местами для ночлега, едой и одеждой. Предоставляет им медицинские и стоматологические услуги. По традиции, в День Благодарения в США собираются всей семьей на праздничный обед. А на следующий день в стране начинаются рождественские распродажи, именуемые «Черной пятницей». Их считают официальным стартом праздничного сезона. 18-летняя модель и актриса Лили Роуз Депп зажигает праздничную иллюминацию на Елисейских полях в Париже. Она дочь актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради. Сама родилась в Париже. «Да, я всегда любила Елисейские поля, а также витающий тут счастье и парижский дух. Никогда не думала, что сделаю подобное. Я очень тронута». Рождественскими огнями украсили сотни деревья вдоль знаменитой улицы французской столицы. «Депп – парижанка и муза Шанель. Она сборный образ парижской женщины, роскошной и модной. И она представляет его хорошо. Удивительно, волшебно. Огни везде, и они зажглись одновременно». «Это символ приближающегося Рождества, а также холода. Мы одеты хорошо, рады быть здесь». В этом году власти Парижа сделали упор на экологичность иллюминации. Они объявили, что на освещении Елисейских полей будет затрачено столько электричества, сколько в среднем уходит на одну парижскую семью из четырех человек в год.